И, конечно же, люди, люди замечательные люди, которые нас так тепло приветствовали во время нашего пребывания здесь. Поэтому мы чувствуем себя, как будто бы у нас намного больше общего, чем того, что нас разъединяет. И, конечно, мы сможем угрызать все наши сложности благодаря тому, что у нас такие замечательные люди. Сегодня у нас будет вступительное слово от нескольких лидеров. Потом будут вопросы, мы пообщаемся, и я передаю слово президенту Российской Федерации, принимающей стороны, Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня носителем прорывных новаций очень часто являются малые компании, так называемые стартапы. Как правило, их создают молодые исследовательские команды. Уверен, они способны стать эффективными партнерами крупного российского бизнеса. И мы будем расширять такое партнерство, создавать необходимую инфраструктуру. На базе наших ведущих вузов намерено начать формирование инновационных научно-технологических центров. Здесь на одной территории будут сосредоточены и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные и венчурные компании. Все они будут тесно интегрированы между собой. И обращаясь к руководству наших крупнейших компаний, к руководству Ростеха, Роскосмоса, объединенной авиационной строительной корпорации, объединенной судостроительной корпорации, Росатома, других отечественных высокотехнологичных компаний, активно используете открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты. Прошу, чтобы это не осталось просто пустой фразой. Я прошу вас это сделать практически и как можно быстрее. Сегодня носителем прорывных инноваций очень часто являются малые компании, так называемые стартапы. Обращаясь к руководству наших крупнейших компаний, к руководству Ростеха, Роскосмоса, объединенной авиационной строительной корпорации, объединенной судостроительной корпорации, Росатома, других отечественных высокотехнологичных компаний, активно используете открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты. Прошу, чтобы это не осталось просто пустой фразой. Я прошу вас это сделать практически и как можно быстрее. В свою очередь у крупного бизнеса должен быть четкий правовой механизм покупки или вхождения в капитал малых инновационных компаний. Прошу правительство и Государственную Думу подготовить и принять необходимые поправки в закон. Дорогие друзья, мы переживаем непростой, противоречивый, но очень интересный период, полный новых идей, открытий, проектов, быстрых изменений. И чтобы отвечать на вызовы времени, требуется настойчивость и воля, потому что это участие в создании будущего, а его всегда определяли дерзкие, умные, целеустремленные, эффективные люди. Те, кто готов воплотить свои интеллектуальные способности, предприимчивость в смелые, новаторские замыслы и полезные для страны дела. Именно такие люди, в том числе совсем молодые, добиваются сегодня успеха в науке, создают современный бизнес, реализуют гражданские и социальные инициативы. Поэтому мы будем приумножать наш человеческий капитал и, уверен, сможем обеспечить устойчивый долгосрочный рост, новое качество российской экономики. Сможем преобразовать Россию, изменить к лучшему жизнь наших граждан. Нам предстоит большая созидательная работа и мы приглашаем всех к партнерству. Убежден, что оно будет интересным и взаимовыгодным. Добро пожаловать к совместной работе в России. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Благодарю вас, господин президент. Благодарю вас, господин президент.